Эта часть больничного леса еще вчера была одним из лучших мест Павловской Слободы для прогулок и отдыха. Теперь здесь вырубили вековые сосны, а древесные отходы сжигают. Местная жительница Олеся вместе с семьей вышла посмотреть, что же здесь все это время делала специализированная техника. Здесь был лес, вот были большие деревья, здесь была посадка молодых деревьев, березы и молодые сосны. Как-то ничего не осталось. Но если бы это было законно, наверное, все равно на каких-то сайтах бы это все появилось. Если бы проинформировали жителей, кто здесь живет. Позже стало известно, что вырубку проводила компания МАЭСК. Это место охранная зона ЛЭП, и в данном случае деревья не могут расти здесь ближе, чем на 10 метров от крайнего провода. Да и к тому же в период снегопада очень много отключений было связано именно с тем, что деревья ложились на провода. Так что здесь их убрали исключительно в целях безопасности. Другой вопрос, что рубка не была согласована с собственниками. В данном случае земля принадлежит муниципалитету. Независимо от формы собственности земельного участка, собственник должен получить разрешение. В ближайшее время сотрудники МАЭСК к нам не обращались за получением разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности. То, что уведомление о проведении работ не поступало, подтвердили и в местном территориальном управлении, и другие сотрудники окружной администрации. Однако в МАЭСК сообщили обратное. В соответствии с повторением правительства 160, в пределах охранной зоны действует уведомительный порядок по вырубке угрожающих деревьев. Ну и вообще расчистки вырубки деревьев в соответствии с охранной зоной. В данном случае в начале года в районную администрацию уведомление было направлено. Также уведомление о вырубке было направлено в группу МОСОБЛЛЕС, как в территориальный, так и в центральный орган. Как сообщили в Истринском филиале МОСОБЛЛЕС, после ледяных дождей и прочих погодных аномалий, которые стали причиной множества сбоев в работе электросетей, порядок согласования рубок значительно упростили. И в самом деле теперь не нужно получать официального разрешения, а лишь уведомить администрацию или схоз о проведении работ. И вот мы видим, что компания МАЭСК действительно отправила документ. Более того, есть штамп, что в администрации его получили. Что же касается сжигания древесных отходов, которые могут стать причиной пожара, то по этому поводу мы получили следующий комментарий. В данном случае подрядная организация утверждает, что сжигание силами подрядной организации не производилось. Может быть, на самом деле и дети игрались, и этим и этой частью занимались. Поэтому этого исключить тоже никто не может. С нашей стороны контроль за подрядными организациями организован. Прерывно проводится работа с ними. В части сжигания мы стараемся это не делать, несмотря на то, что законодательством это разрешено. По словам главного инженера, то, что представил житель Павловской Слободы на видео, в принципе и нельзя назвать сжиганием отходов, а лишь небольшим костром. В свою очередь лесничие сообщили, что в настоящий момент проводят проверку по факту рубки, и в случае нарушения электросетевой компании выпишут предписание. Опять же выясняется, принадлежит ли часть земли лесфонду. Если нет, то проверку должен осуществлять Госадмтехнадзор. Полина Громова, Михаил Моралов, ИСТРРФ.